Привет! Ты на канале 6-й класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 768 из учебника «Математика 6-й класс» Вилен Кенжохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Найдите отношение величин. Итак, отношение – это действие деления, которое потом выражается у нас либо в числе каком-то, ну, в любом случае в числе, которое может быть дробью, десятичной, обыкновенной, либо вообще в процентах. Ну, давай сейчас посмотрим. Найдите отношение величин. Начинаем с первой величины. Это 1,5 метра и 30 сантиметров. Понятно, что, чтобы найти их отношение, то есть разделить, нам нужно обязательно прийти к одним единицам измерения. Ну, я предлагаю, конечно, в метры перевести. Поскольку в одном метре 100 сантиметров, то 30 сантиметров – это 0,3 метра. Так и запишем. 1,5 метра разделить на 0,3 метра. 1,5 разделить на 0,3 – это будет 5. То есть отношение данных величин равняется 5. То есть, если эту величину мы берем один раз, то эту величину нужно взять 5 раз. Вот что имеется в виду. То есть 1 к 5. Считается, что эти величины идут 1 к 5. Так, следующее. 1 килограмм и 250 грамм. Понятно, что 250 грамм переведем в килограмм. Хотя, зачем нам париться, можно 1 килограмм перевести в граммы. 1 килограмм – это 1000 грамм. Давайте, наверное, так. 1000 грамм делим на 250 грамм. Ну, понятно, что это будет 4. То есть данные величины у нас идут в соотношении 1 к 4. Следующее. 1 час и 15 минут. Ну, я думаю, что в минуты переводить час проще. То есть 60 минут разделить на 15 минут. 60 разделить на 15 – это будет 4. То есть 1 к 4. И сразу у нас тут уже задание Г вылезло. Хочет, чтобы мы побыстрее с тобой его решили, но без проблем. 50 сантиметров квадратных и 1 дециметр квадратный. Ну, понятно, дециметри больше. Предлагаю переводить в дециметри. Если в одном дециметре у нас 10 сантиметров, то в одном дециметре квадратном это будет 10 на 10, потому что в квадрате. Значит, 100 сантиметров квадратных. Значит, 50 сантиметров квадратных нужно разделить на 100 сантиметров квадратных. и будет 0,5. То есть величины относятся 1 к 0,5. Вот так. Понятно, что этой надо целую, а этой только половину. Вот и все. На этом задание мы решили. Если тебе понравилось наше видео, обязательно ставь лайк. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Также переходи по ссылке под этим видео на наш сайт, где ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получишь за это баллы. А каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получат пополнение счета на свой телефон. Так что желаю всем удачи и до встречи в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!